Итак, у нас сегодня Тора. Вы знаете, такая уже есть такая традиция в еврейской мире, что в канун праздников не говорят Тору, а говорят о праздниках. И сегодня мы будем говорить с вами о чем? О празднике. Что такое праздник? Праздник это какой-то день, который отличается от будней, правильно? Да, присаживайтесь, конечно. Присаживайтесь. И мы присели для того, чтобы еще раз встать. Спасибо, Сергей Михайлович. Нам надо благословить Господа. Как говорил Рэбб, мы не поклоняемся Торе. Мы поклоняемся тому, кто дал эту Тору. Мы поклоняемся тому, чья Тора в наших сердцах. Богу Израиля, Богу Авраама Ицхака Якова. Мы поклоняемся еще Мессии, который является Торой, садшедшей воплоти. Давайте мы благословим Господа. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, подаривший нам свою Тору, избравший нас из среды всех народов и давший нам наследие, давший нам надежду в самом себе. Амин. Шалом. Итак, мы сегодня поговорим немножко о празднике. Мы сегодня поговорим о Роша Шана. Но вы знаете, если вы откроете вот эту книгу, которая называется Тора, да, Тора, вы не найдете в этой книге праздника Роша Шана. Не верите? Давайте откроем 23 главу книги Левит и прочитаем с 23 стиха. И говорил Бог, обращаясь к Моше так, так скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, в первый день месяца пусть будет у вас покой, напоминание о трубном звуке, священное собрание. Никакой работы не делайте, приносите огнепалимые жертвы Богу. И мы видим, что название этого праздника в Торе называется Йом Труа, то есть День памяти о трубном звуке. День, когда мы должны вспоминать зов шафара, то, что мы делали сегодня, в начале, потом. И в течение этого служения мы будем еще не раз слушать зов шафара. Что же такое важное в этом шафаре? И почему Рошашана, ну, Рошашана или буквально глава года, это название стало приемлемым этому празднику уже после Вавионского пленения. И получается, что, скорее всего, это всего лишь Талмудическая традиция, а не Танахическая, то есть Торы, то, что дал Бог Израилю на горе Синай. И что же такое Рошашана? Знаете, вот есть равнина и есть такая гора. И вот гора, это что? Глава местности. И когда ты поднимаешься на эту гору, ты можешь увидеть все вокруг себя. Вот Рошашана, это особенный праздник, то есть Йом Труа, когда ты поднимаешься на гору, чтобы что-то увидеть. И что же за память? Вы знаете, если вы почитаете все Писание, Бог очень часто говорит, помни, помни, напомни, да? Вот расскажи сыну своему, он расскажет своему сыну. И представьте, 4450 лет, как была дарована Тора, и каждый год евреи напоминают себе что-то важное в эти дни. Понимаете? То есть что-то есть важное, чтобы мы должны помнить. И что же говорит этот трубный звук? Давайте вспомним, когда первый раз раздался звук Шафара. Спасибо, наш Шавуот. Наш Шавуот, когда была дарована Тора. Бог дал Тору своему народу, Бог дал своему народу особенные правила, чтобы этот народ знал своего Творца. Чтобы вот этот путеводитель жизни, он был в жизни каждого. Когда корабль плывет, у нас же есть моряки здесь. Есть моряки, водители есть. И когда вы куда-то едете или плывете, у вас есть карта. И вы знаете, что вам надо приплыть из этого пункта в этот пункт. И каждый раз, когда вы едете, вы просто по этой карте смотрите, в правильном ли вы месте. И так же само Бог дает праздники. Праздники, которые он дает, чтобы мы помнили. И вот Зов Шафара напоминает о том, что у нас есть путеводитель в этой жизни. Вот эта книга, не просто книга, написанная людьми, но дарованная Богом, чтобы мы с вами имели правильное отношение. Чтобы мы с вами пришли в пункт назначения. Что хочет Бог? Что хочет Бог Израиля? Бог Израиля хочет, чтобы мы имели близкие, тесные отношения с собой, с Ним. Потому что Он избрал нас. Он совершил все необходимое для того, чтобы приблизить нас к себе. Он дал нам свою Тору. Он дал нам свой святой Руаха Кодеш, который живет в наших сердцах. И пишет эту же Тору в наших сердцах, чтобы мы поступали правильно. И сегодня праздник не просто яблоки и мед. Я люблю яблоки и мед. Но сегодня важность трубления в Шафар, чтобы мы вспоминали, кто мы такие. Я хочу вам напомнить, кто вы такие. Вы дети царя. Вы избраны Богом для того, чтобы идти и исполнять Его волю. Чтобы ваша жизнь была светом для других людей. Вы избраны быть солью этого мира, чтобы придавать вкус. Знаете, вы приходите в какое-то общество. И там так печально и грустно. Но вдруг появляется человек и все становится интересным. Почему? Потому что он приносит что-то прекрасное. Каждый из вас призван приносить прекрасное в будни, в серость будни. Вы можете, как Творец, взять краски и раскрасить эту серость будни. Знаете, когда уже кажется все, руки опускаются, ничего не хочется делать. Поэтому хорошее время. Время воспоминаний. Время памяти. И еврейская традиция говорит, что не просто помни. Слушай Израиль. Не просто слушай, но и исполняй то, что ты слышишь. Не просто слушай. Потому что слышать можно многое чего. Включите телевизор, радио, интернет. Вам там расскажут. Но когда вы начинаете слушать Бога. Когда вы начинаете делать то, что Он говорит. Вы меняете этот мир. Вы сами меняетесь в этом мире. Вы входите туда, куда никто раньше не входил. Вы приходите к своим родным и близким. И мне говорят, что с тобой произошло? Что ты? Что? Кто ты? Почему? А ты говоришь, что все очень просто. Вот книга Тора, Бог, Ишуа. Понимаете меня? И вот это основная цель праздника. Помнить. Помнить этот звук. Вспоминать. Знаете, вот как бы обновляться. Обновляться этим праздником. Жить в этом празднике. Быть самим праздником. Вы хотите быть праздником для других людей? Вы знаете, иногда есть такие люди, которые приходят в вашу жизнь, они для вас трауру. Вот что бы они не делали для вас трауру. Потому что, ну всегда, вот они что-то вам сделают не то. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы были радостью для других. Приносите радость. Даже если сегодня что-то не получилось. Даже если там за три минуты до важного мероприятия сломалось что-то важное. Оставайся тем, кто принесет радость. И об этом говорит шафар. Об этом говорит звук шафара. Вы знаете, шафар очень интересный инструмент. Вот посмотрите. Здесь узко. А здесь что? Широко. И мы читаем Псалмы Давида. Он говорит, из тесноты возвал я, и ты услышал голос мой. Так же самое. Это просто инструмент. Рог животного. Но когда мы вдыхаем в него жизнь, вдыхаем воздух, что? Мы слышим голос. Так же самое и человек. Бог вдыхает нас в свой дух, в свою жизнь. И мы становимся теми, кто может говорить. Теми, кто может возвещать. Теми, кто может изменять этот мир. Сегодня хороший праздник. Йом Труаха Сакерон. День памяти о трубном звуке. День памяти, когда мы вспоминаем, что мы не просто пешки в чьей-то игре, но что мы дети царя, призванные нести свет в этот мир полной тьмы. Сегодня вы видели здесь наших детей. И мы хотим, чтобы наши дети дошли до конца. Они выросли. У них были свои дети. И мы хотим, чтобы они были счастливы. Правда? Но для этого мы должны что делать? Помнить и воспитывать их. И это одна из тоже из черт праздника, которые мы сегодня празднуем. День, который отличается от других дней. День, когда мы вспоминаем, останавливаемся на путях наших. Мы в нашей спешке становимся и слушаем звук шафара. Я этот пример уже приводил много раз. Ну вот представьте себе, вы возьмете этот шафар, выйдете на девятый этаж, начнете трубить. Кто-то увидит вас, ну, наверное, через два километра. Кто-то вас увидит? Да не увидит он вас, но он услышит звук. И вот Бог хочет, чтобы мы были этими шафарами. Шафарами, которые провозглашают его царство. Провозглашают, что этот мир, он не делится на зло, но что в этом мире есть место Богу. В этом мире есть радость Торы, радость Бритхадаша Нового Завета. И к завершению этого маленького комментария я хочу напомнить вам слова Маймонида, который сказал, и которые очень созвучны со словами Ребе Шауля. Он сказал, «Проснись, спящий, проснись, спящий, встань на ноги свои и вспомни своего Создателя». А Ребе Шауль писал проще. Он писал, «Восстань из мертвых и воссияет над тобой Машех». Машех Ишуа. Сегодня в этот праздник я хотел бы, чтобы мы все поблагодарили Бога, что однажды Его свет вошел в нашу жизнь. Что каждый год мы можем быть благодарны Ему, что дыхание жизни, оно не прекратилось, и мы имеем надежду в Нем. Что сегодня у нас праздник. Независимо от того, есть карантин в Украине, нет карантина, есть вирус, нет, у нас есть Бог. Бог, который стоит выше. Бог, который дает нам праздник. Праздник, когда дети Божьи входят в Его радость и могут наслаждаться, наслаждаться присутствием Творца. Я хотел бы сегодня поздравить вас с праздником, не просто с Роша Шана, главой года. Роша Шана – это, чтобы мы поднялись на гору и увидели что-то. Но я хочу пожелать вам, чтобы вы были теми, кто слышит. Ишуа говорил, имеющий уши, да слышит. Слышьте, что Господь говорит. Слушайте, слушайте, что Господь говорит вам. И да пребудет с вами радость. Авину Малкену, Царь Отец наш, мы благодарим Тебя за Твой праздник. Мы благодарим Тебя за Твою победу, которую Ты совершил. Мы благодарим Тебя, что Ты великий Царь, Царь Израиля. И Твой голос, он распространяется во все концы земли. Мы благодарим Тебя, Ишуа, что Ты придешь с последним шафаром, Ты придешь к своим детям, и мы увидим Тебя. И это будет великий Роша Шана, это будет великий Йом Труа, когда дети, они соединятся с Отцом. Благословляю вас. И мы благодарим за то, что... Мы благодарим Господа за то, что Он у нас есть. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok